Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый выпуск. В 2019 году Национальный банк Украины опубликовал следующий документ – аналитический отчет о пилотном проекте электронной гривны. Заместитель главы Национального банка Украины на тот момент написал во вступлении, что в последние годы наблюдается стремительный рост количества выпущенных цифровых валют с использованием разных технологий в разных правовых рамках. Это относительно новое явление сохраняется в центре внимания регулирующих органов по всему миру. В том числе им заинтересованы центральные банки Европейского Союза. Неудивительно, что многие центральные банки задумываются о запуске собственных цифровых валют, так называемых ЦВЦБ. Формы и технологии разных ЦВЦБ различаются, но в любом случае ЦВЦБ рассматриваются как новый эволюционный формат денег Центрального банка. В 2016 году Национальный банк Украины, видение которого включает в себя интеграцию в Европейское сообщество центральных банков, начал изучать возможность выпуска собственной ЦВЦБ, так называемой электронной гривны. Наряду с теоретическими исследованиями ЦВЦБ мы начали и практическую. В рамках тестирования блокчейна электронной гривны мы выпустили ограниченное количество цифровой гривны и протестировали транзакции с ней. Ребята, мы не раз говорили о том, что ЦВЦБ, цифровые валюты центральных банков, скорее всего будут использовать либо Ripple XRP, либо его брата Stellar Lumens. Все это происходило лишь на уровне спекуляций и догадок, но сейчас, буквально несколько минут назад, стало известно нечто, что подтверждает часть наших догадок уже официально. Правительство Украины выбирает Stellar для создания национальной цифровой валюты. Это объявление вышло всего час назад. Сегодня, в понедельник, 4 января 2021 года, Министерство цифровой трансформации Украины и Stellar подписали меморандум о взаимопонимании по созданию экосистемы виртуальных активов и национальной цифровой валюты Украины. По словам заместителя министра цифровой трансформации, партнерство Stellar станет основой для развития украинской виртуальной валюты. При этом, генеральный директор Stellar Development Foundation Дэнел Диксон сообщила, что партнерство по оцифровке гривны официально начнется уже в этом месяце. Ну, ребята, таких новостей сегодня я увидеть не ожидал. Хочу напомнить, что в декабре прошлого года, а именно 9 декабря 2020, один из самых старейших банков мира также сообщил о том, что выпустит евро стейблкоин, основанный на Stellar. Ребята, как только я увидел это объявление от нашего министерства цифровизации, я сразу понял, это обязано быть у меня на канале. Теперь все, о чем мы говорили и догадывались, становится явью. И я даже удивлен, что официально об этом заявила Украина быстрее, чем Соединенные Штаты, например. И я не буду удивлен, если в 2021 году появятся сообщения об использовании Stellar или Ripple другими центральными банками по всей планете. Похоже, этот год будет годом либо завершения подготовки, либо уже запуска цифровых валют центральных банков. Если мы вспомним, что начинается атака на анонимные криптовалюты, которые уже убирают с бирж, то на ум приходит только одна мысль. Цифровым финансом неизбежно быть. Но с точки зрения правительства цифровой мир не должен дать людям свободу быть приватными, а даже наоборот. Видимо, поэтому я продолжаю копать в сторону DeFi, децентрализованных финансов и DEX, децентрализованных бирж. Это было быстрое внеплановое включение с экстренными новостями из Украины, страны, в которой я живу. А меня зовут Богатейший Ди, подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Давайте уже добьем эти 100 тысяч подписчиков и получим серебряную кнопку. А также не забывайте поставить лайк, это помогает каналу расти, а меня мотивирует на создание новых видео. Кроме этого, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok